И тут Христос сказал, а я говорю вам, что всякий, делающийся на брата своего напрасно подлежит к суду. Все ведь понятно. Две тысячи лет назад сказано, мир этого не расслышал. Через гнев возникает самое великое вступление. Приходят люди к убийству, к массовому террору. Но и у христиан-то это слово не сработало. Что мир мусульманин не так поступает, что у них, если он их веру не поддержит, прямое указание в Коране убивает православных прямо. Но ведь мы-то отвечать будем в первую очередь за себя. Гневающиеся напрасно. Сколько здесь мыслей. А что напрасно? А я не напрасно. Они порядок нарушают, поэтому я и кричу. Я гневаюсь за правду. А ты найди того, который огневался, чтобы неправду. С мусульманин притесняет жену и кричит, а она вот что-то сделала. Жена кричит на детей, у нее оправдание есть. Они бегают по улице, чему попало на училище. Она объяснение дает. Значит, здесь нужно определить, можно ли вообще огневаться. Тогда можно огневаться, если можно. Мы коротко пройдем по местам, указанным Духом Святым, не человеком. Люди могут многое говорить, и хорошо, и начало с концом сойдется. Но когда нас у Божьей предстанем, а Бог будет судить нас по Слову Своему. Вот все, что у нас делается, все надо подводить к Евангелию от Иоанна 12, 48. Не трудно запомнить одну цифру. 12, 48. Может на 4. И 48. Я не сужу вас. Мы знаем, Христос в суде, а Он отрекается от этого. Я не сужу вас, потому что вы меня не видите. Но я вам дам судью, который будет с вами каждый день. Слово мое, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Меня интересуют даже правила движения наших дорог, вот на наших, а китайские, индийские меня не касаются. За нарушение наших правил, российских, меня будут карать здесь, ловить. Главное, вот что нужно было учить в 2000 лет. Не так, что на каждушку батюшка скажи, вышел, батюшка ест и стоит, не знает, что делать. А что Бог скажет, вот этому, я повторяю, не учили, не было. Но, Евангелие издают, в 20-м столетии начали издавать, когда перевели в 1876 году, сенадальные. А надо было с первого дня, как монахи пришли, азбуку дали, и день и ночь учить закон Божий знать. Никакой революции в помине бы не было даже. А кто бы за ними пошел? Ну сейчас пришли бы к нам вначале, говорили, давайте делать, кто пойдет-то. Мы вообще никуда не пойдем. Мы станем на колени, будем молиться, как житие Андрея Стратилата. И посекали голову, говорите, о количестве. Смотрим, что Слово Божие нам говорит. Гнев, Слово, чтобы проверить, как правильно гневаться или нельзя, в Библии нужно прочитать 516 мест. Это немало. А из них 219 относятся к гневу Господа Бога. И разгневался Господь, и разгневался Владыка, и разгневался. Значит, Бог гневается. Написано, будьте святы, как я свят. Конечно, мы не знаем, где гневаться. Но что гнев, это не грех, это однозначно. Как? Бог не согрешает. И когда Иисус спросил, что делать, добро или зло, истелить или оставить, они молчали. Евангелие слуха говорит, и воздрел на них с гневом. Бог, принявший плоть, подобный нам во всем коме греха, оказывается гневался. Многие верующие этого не знают. А Иисус только ласкал, прощал. Нет, не так. Иоанн Латауз говорит, если бы в человеке не было чувства гнева, человек не имел бы личности. Как раз гнев наш и показывает, что мы можем склоняться направо или налево. Откуда известно? Салон 96, 10 стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. В одном стихе все сконцентрировано. Если ты любишь, ты должен уметь и гневать. А на что? На грех. А что такое истинное раскояние? Это ведь гнев направлен вовнутрь себя. Я ненавижу, презираю. Что я сделал? Как я мог сделать? И бия себя в грудь, оказывается, бить можно даже. Как я мог до этого состояния дойти? Опираю людей, правду не слушаю, старшим противоречив. Я спекаю с Писанием. Бытие, 18 глава, 30 стих. Аврам, разговаривая с Богом, видимо, хорошо знал, что у Бога есть свойство гнева. И говорит, не прогневайся, владыка. Если я спрошу, а если там не будет вот столько-то человек в Содоме и Гаморе, не прогневайся. Не прогневался до определенного времени, а далее прогневался и провился гнев Божий. И Библия заканчивается, говорящая о гневе Божьем. Гнев Божий – это явление справедливости. Бог наблюдает и, как поговорка есть, долго терпит, да крепко бьет. А Бог никого не наказывает. Начинает такую теорию пускать. Особенно любят, когда играют с людьми православными. Не надо. Ты открывай Библию и смотри. Там прямо написано. «Разгневался Господь и уничтожил». Разгневался и пролился серный огонь. Разгневался и пролилась вода. Разгневался. Бог карает, как и написано в слове «карает». Надо мыслить библейскими критериями, словами. Тогда наш язык будет похож на тот, который дал Господь верным своим. В силах 2.22 не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо само движение гнева есть падение для человека, человеческого гнева. Не гневайся. И вот лег спать, и размышлите на ложах ваших. Вот размышлять о чем надо, а правильно ли я сделал, а еще так, да придет время, я еще встречусь, и все, ждем где-то какое-то место более удобное будет. Мир утопает во зле, а где зло, там непрерывно гнев идет. И все равно разгневается, говорит, зла не хватает. То есть гнева. Притча 11.4. «Не поможет богатство в день гнева. Правда же спасает от смерти, от гнева Божия. Спасает правда. Милостыня. Милостыня так много может сделать. Вот Тавид сыну своему наказывал. Смотри, милостыня перечисляет, кого спасла 8 глава. А вот тот делал не так, он спотнулся, и он не встал уже, он погиб. И умирая Владимир Мономах непрерывно наказывал о милостыне. Ой, она за того, что можно, ну просто с трудом может найти проповедь, где он не говорит о милости. О милостыне. Милостыня покрывает и множество грехов и утешает гнев. Проливается. Да, гнев Божий утешает. А человеческий? И человеческий. Как ты обойдешься? Разгневался, а тот опередил его. Пришел, пал в ноги и стал просить и умолять. И он пощадил и просил ему долг, который бы никогда он ему не просил. Надо учиться, как зато он говорит, умильным голосом говорить. Когда идем, то никакой угрозы не может быть. Мы чего-то просили, вы знаете, о чем мы просили, когда собор Сан-Франциска был? Мы молились, наверное, нисколько, не меньше, чем они там молились. Что мне больше всего понравилось в этом соборе, что начиналось молитвы. Молитва, я им постоянно на эту тему говорил в проповеди. Постоянно. И просил, самое главное, что нам нужно, чтобы Бог нас смирил. Чтобы мне не забунтовать. Я знаю, решение будет не такое, какое я хочу. Но раз мы молились, то мы должны были поверить, что это от Бога. Постоянно я об этом говорил. И когда закончился собор, мы восславили Бога. Господи, ничего там не было принято против Евангелия. Мы такие радостные были. Мы приняли это, как от Бога. Теперь, чтобы эти решения исполнялись, за край они не заходили никуда. На большее мы не подписывались. А больше мы не молились. Мы встретились с радостью наших делегатов. Мы молились о возвращении нашего епископа. И за все, за все, помните, благодарили. Вы найдете все это изображено в книгах. Мы просили милости Божией, и Бог на нас гнев не извил. Мы не помрачились ни умом, ни от чего. Мы просили, Господи, дай только нам смириться. Крепко под могучую руку Твою. Тихея, 7 глава 9 стих. Гнев Господень буду нести, потому что мы согрешили перед Ним, и я увижу правду Его. Я рассматриваю это соединение, как вавилонский плен. И не надо бунтовать. Бунтовали израильтяне. За что получилось из этого? Иеремия сказала отворить ворота. Запустить иноземцев и идти в плен. Мы это заслужили. Засидели с нами в своих дрожжах. Я вижу в этом объединении, может, нам большее поприще открывается. Но что было именно по Божьему. Все меняется каждый день. Видите, как многое мы получили. Я напоминаю о том, что если нам сделали один раз добро, мы все остальное, даже не по-нашему, даже забывали. Никакого гнева не показывали. Мы как община состоялись. У нас работа идет. Благовестие идет в городе. Идут занятия. Действует детский лагерь. Мы воспользовались по полной программе той свободы, которую дал нам Господь. Мы не вылились ни в какую секту. Только благодаря тому, что у нас был епископ. Я почти с каждой проповедью это говорил. По-секански просто мы бациклисты. Все раз он не с нами бросил, а только разговаривает. Мы никуда не можем пойти. Мы можем так в голову склонять и благодарить Бога. И по сегодняшний день мы стоим в том, что я вам сейчас говорю. Что будет дальше, не знаем. Сердце мое очень скорбит и печальится, видит, что вокруг делается. Но дверь по тенью не закрыта. Поприще огромное. Тут дело не объединения. Они нас не воспринимают никак. Страшным гневом на нас смотрят. И я не знаю, где тронется та, чтобы они... Даже мы не разговариваем. Непрерывно идет поношение. Гнев с той стороны. А как? Есть такое стихотворение. Любовью злобу обольем. И честь не слави быстротечной, а в торжестве любви найдем. Может, Бог через это нас испытывает? Сумеем ли мы любовью переломить то отношение к нам, какое есть везде почти? На нас это никак не влияет еще. Мы просто молимся. Иаков, 1 глава 20 стих. Гнев человека не спорит правды. Человеческий гнев. А есть гнев, который на совесть Господь вложит, что мы разгневались. Не надо думать, что апостол Павел, он такой был уж, как в народе говорят, мягкий и теплый и милашка. Он умел разговаривать самым крутым языком. Разговаривая с Елимой и Волхвом, увидев, что он противится, есть, он говорит, сын дьявола, враг всякой правды, такое не будешь совращать. Представьте, какой интонация он говорил. И не один он раз так говорил. Мы привыкли думать, что Евангелист Иоанн, он только, дети мои, любите друг друга. Посчитайте все его послания. Я приду, я напомню, что он говорил, дядя Рев. Как он изгоняет наших братьев, каким гневом говорит о нем. Я все припомню, что они делали. Значит, надо знать истину и не бояться гнева, но выразить это в достойной форме. Во имя Иисуса Христа. Пророки очень гневались. Они били. Евдор говорит, я рвал им волосы. Я бил их, князей израильских. Князей. Да, кстати, оразят Бога. Я вам недавно об этом говорил, что мы должны быть очень и очень благодарны Едре, который собрал в виде Ветхого Завета во едином. Но он не канонизирован, и его не в чесословии. Для меня это тайна. Почему? Божий человек, чтец и священник Бога Всевышнего, известный всему миру, его трудами пользуются все христиане, весь миллиард. И его нет ни в календаре, нигде. Для меня это тайна. Бытие 27.45 Мать говорит, пока утолится гнев, брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Вот как тушится гнев. Иногда можно удалиться на время. Не появляться, как Иаков. Тогда Исаак смягчился, а потом прийти с дарами. Пример-то какой он выстоял. Дареса твой, я раб твой, господин. Да какой он раб. Не бойся это сказать. Мы все рабы друг друга. Все слуги. Вот такой хороший пример. 2-й отцар, 3-й глава, 8-й стих. Агнир сильно разгневал на его сфер и говорит, что я тебе ради собачья голова. А из-за чего он разгневался. Это то, что он сказал. Ты вошел к наложнице, а она была женой Саула, отца моего. Почему ты вошел? И гнева себе было не на что. Выходит, что если я не вошел, не изменил, то нормально. А если собачья голова, рассуждения-то какие. А мог не разгневаться и родной Иоанна? Мог. И гнев был неправедный, но приведший к великой славе. Иоанн Затаус прям подбивает каждого. А хочешь быть прославлен, как Иоанн Затаус, этот креститель, иди и обречите рану. Иди. Вызови его гнев на себя. Так он на тебе утолится. Нет, он распалился во всех христиан. Так у Ирода было. У другого. Книга Амбоса. Первая глава, 11 стих. И дома я не пощажу, говорит Господь. Мы не знаем, были какие слова сказаны о России, Господь, что не пощажу с великим гневом. Но что-то есть. Ни одна страна в мире за 2000 лет так пострадала. Ни одна церковь не потерпела такой страшной катастрофы. Когда все было разрушено. И при том, вчерашние прихожане это все делали. Печатали сколько раз эти труды. Когда при патриархе Тихони выходили с собора, и обращался епископ красноармейцам, который охраняли. Разве так Евангелие-то написано? Что вы делаете? Он говорит, а разве мы считали, почему вы не учили? Он говорит, я опустил голову. Наступило ли сейчас возмездие? Если бы учили, если бы день и ночь проповедовали Евангелие, как сектанты, ни один подпис в революции не был нигде. Ни один. Повторяю. Юритики знали, а православные не знали. Закончили семинарии. Вот где гнев Божий-то и злился. Яков. 1,19. Отчасти человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Все в человеке. Где надо поторопиться, где остановиться, где-то пройти, как бы не слышал ничего, и не спеши проявить гнев. А он мне сказал, да я ему, во-первых, может и неправда быть, а во-вторых, покажи свое великодушие. Мы знаем, что существует кромная месть у южных народов. Я совсем недавно это узнал, что оказывается у них, когда прощают, то это считается высших. Им не обязывают его убить, как шесть горов было для убежища, а для того, чтобы друг друга не убивали сразу. У нас не просил это высших. Да вы же это христианство, ты уже христианин. Ударивши в одну щеку, говорит, прости, поставь вторую. 2 Маковейска, 7,38. Когда казнили сыновей Маковейских, они молились так, и что да на мне и на братьях моих окончил гнев всемогущего, правильно постигший весь род наш. Это молитва для русского народа. Господи, закончит ты на нас этот гнев Божий. Дайте нам вздохнуть, Господи. Ни в одной стране нет такого. Только делают, ломают, делают, воруют, сжигают, топят. Сами себя уничтожают. На меня прочитал, за первые два месяца в России уменьшилось народы, где-то около 470 тысяч. Вторая мировая война меньше поглощалась, чем сейчас идет. Речь идет, уже более 10 миллионов потеряли за последние годы. Это гнев Божий. Это не благословение. Благословение Божие в том, что плодитесь, говорит, размножайтесь. А когда буду убивать вас, Библия говорит, это гнев Божий. А нам нужно только склониться и сказать, да, мы достигли предела, милость Божия для нас кончилась. А мы скажем, а мы знаем другое. Если мы смиряемся, Бог снова продляет милость свою. Иудив, 8 глава 14 стих. Она обратилась к ним, братья, не прогневайтесь. Не прогневляйте Бога нашего. То есть не назначайте Богу правила. А то, если не так, то я вот сделаю и так. А если через неделю не будет помощи, откроем ворота. Не прогневляйте Бога. Мы воли Божьей не знаем. Я вам постоянно говорю, мне воля Божия не открыта относительно объединения. Я знаю одно только, что мы должны трудиться и работать. Если мы так молились, предались молитве, то результат мы приняли только как Бога. И решение собора мы прочитали, успокоились, возблагалили и на этом все. Мы избрали золотую середину. Господь говорит, сила ваша сидеть спокойно, а не гневаться. Я считаю, выступают другие по интернету, сколько разных улений. Как маленькие ребятишки обзываются, буху переворачивают, поносят прямо, гневаются. Если бы была возможность, кажется, друг друга растерзали бы. Мы нигде не появились. И думаю, это самая правильная позиция довериться Богу и молитве. Мы вообще ничего не знаем. Мы знаем только одно, что ничего не знаем. Вот это нам хорошо известно. Исайя 57, 17. За грех корыстолюбия я гневался на вас. Мы должны узнать, за что Бог гневается. За корыстолюбие. Прямо написано. Значит, нужно быть не корыстолюбивым. А довольствие, если, говорит, имея пропитание одежды, будем довольны. Солом 4, 5. Гневаясь не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Не просто поразмышлять, а конечный результат размышления о гневе, найти вину в себе. Это я его подвигнул на гнев. А не сегодня, а может быть раньше когда-то было. Конечный результат размышления к тому, чтобы я взял вину на себя. Утишитесь. То есть не гневался. Притча Соломона 29, 22. Человек дневливый заводит ссору. И вспыльчивый много грешит. Будем помогать друг другу. Если человек бывает и вспыльчивый, я ему больше доверяю, чем тихушим, которые сидят. Как Иоанн Заталус говорит, если необработанная земля, и так бурно растет сорняком, обработает, там все будет расти. А если до обработки не росло ничего, то и обратиться христианинам не рыба, говорит, мясо. Но это надо нужное место направить гнев. В первую очередь против себя. Я прошу здесь, на территории, не только внутри храма, нигде не повышайте голос, не кричите. И всегда подумайте, если они к ритму пройдут мимо, а что изменится? Мысленно научите себя воображать. Я не пришел бы, у меня не было на поражении. Да ничего бы не случилось. Так бы все и прошло. Палом, тридцатый, десятый стих. Ибо я слышу, Давид говорит зловещие многих. Слышал, но не отвечал. Может быть, промолчать надо. Первое коринфо, шесть, десять. Когда человек говорит злые слова, кричит, написано злоречиво, и царствие Божие не наследует. Вот что страшно. Ну, пьяница, выставила свои деньги, а здесь через запятую и пьяница, и царствие Божие не наследует. Этого недостаточно. За языком смотреть. Все человек укращает. Извереет, птиц, а язык никто укропить не может. Возгневался, и сам не пойму как. Вы помните, как разгневался Озия? На кого? На священников. Ты к священнику пришел платить богословение, а он разгневался, и проказа сразу покрыла лицо его. Все. И уже не то, что гневался, а сидел всю жизнь, а сын вместо него уже стал в царстве. Ефесянам 4, 31. Такое раздражение, и ярость, и гнев, и крик со зловещием, и со всякой злобою, да будут отдалены от вас. Так надо почаще повторять вот это. Всякое раздражение. Спокойствие, оптинскую молитву читать надо, известия какие будут, не по мне что-то. Я говорю, говорю, но трудно к этому идти. Хотя люди говорят, вы стали мягче. Ну, ничего уж спрашивать уже, когда силы иссякли. Колоссянам 3, 8. Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие у уст ваших. Неверующие это слышать даже не могут. Разгневались две нации евреи и арабы, мусульмане и христиане. А почему евреи там гонят нас? Почему мусульмане? Да потому что и мы, мы-то примеры никакого не показали. Я вам читал эту статью недавно, что впервые с мусульманами встретились только на поле брани. Уже в 7-м столетии. Не встретились там, где Слово Божие проповедуется. За 6 столетий ни один проповедник имя пришел, манихеи только были, там нестариане, и зараз 300 рядом. А он все подобрал, и теперь целый миллиард поклоняется тому, что он им выдал в этой книге. Притча Соломона, 12-16. Глупый человек, тот сейчас же выкажет свой гнев. А ведь на слово глупый мы никак не согласимся. А гневался, вот и паспорт, гневливый. А благоразумный скрывает оскорбление. А вот как его скрывать, это надо получить. Очень много примеров в Талмуде написано. К нам, когда обращаются, отнимают время, прямо гнев подходит. Ну с такими пустяками. Я уж отвлекусь, скажу пример. К одному у них три степени. Раф, Равин, Рави и Раббан. Ну вот пришли к одному Рави, и он сразу разгадал. Ванну грел долго. А они с пустяками. Два молодых человека говорили, отвлекали пустяшные вопросы, чтобы ванна остыла и увидеть, как он размелывается. И когда ничего не получилось, последний вопрос ответил. Ну нет, больше вопросов нет. То есть они по часам уже поняли, что ванна остыла. Я говорю, я не очень сегодня хотел в ванну, хорошо, чтобы вы пришли. А то мне сегодня что-то сердце так сильно стучало. Научитесь разговаривать с юмором, над собой самим потрудиться. Итак, Слово Божие говорит, что Христос сказал, всякий гнев на брата своего напрасно. А так как определить трудно, напрасно или напрасно, то не ошибешься, если совсем гневаться не будешь. Аминь. Аминь. КОНЕЦ